Ну, во-первых, хочу сказать, что мы играли сегодня с достаточно хорошей командой, которая третье место занимает в турнирной таблице, и организованная команда. В принципе, мы знали, как они играют, за счет чего играют, и считаю, что сегодня достаточно грамотно мы провели игру, практически ничего не дали создать сопернику у наших ворот. Было давление, были навесы, мы этого ждали, мы это знали. Пару, может быть, штрафных заработали после своих ошибок. А так, в целом, в атаке сыграли достаточно интересно, было много моментов, много комбинаций хороших, и гол великолепный Обухов забил, и, в принципе, были еще моменты для того, чтобы увеличить счет. И вот это нам, конечно, немножко пока мешает, потому что не можем забить второй, и где-то закрепощаемся к концу игры. Вместо того, чтобы играть свободно, спокойно, и доводить игру до логического завершения, более хладнокровно, более спокойно приходится, там какое-то есть, создается какое-то напряжение. Но, естественно, доволен, доволен в целом, опять же, повторюсь, доволен и игрой ребят сегодня, и, естественно, результатом доволен. Ребята молодцы, и поздравляю их с победой. Пока не по игре, прокомментируйте, пожалуйста, если можете, уходит Вячеслав Кротову, и у ФУС согласны с тем, что для него на этом этапе этот трансфер шаг вперед. Ну, Слава достаточно хорошо себя проявил в концовке прошлого сезона. За первую команду забил несколько мячей, и так достаточно уверенно выглядел на поле. Поэтому я думаю, что все-таки это Уфа, это клуб премьер-лиги, я думаю, что, конечно, это шаг вперед, и я только желаю ему дальнейшего развития, и, возможно, через какое-то время он вернется сюда уже более зрелым, скажем так, игроком, и более подготовленным. На матче присутствовали Дмитрий Оренчев и Леонид Федонов. Не мешало ли это ребятам, может, как-то раскрепоститься немножко, и о чем после матча с Леонидом Мальчевым? Да нет, это не мешало, это уже как бы к этому ребят привыкли, поначалу, может, первые разы, когда все руководство приходило, как-то влияло на ребят. А сейчас нет, сейчас, конечно, это не мешало никак. Что касается, о чем говорили, ну, Леонид Арнольевич сказал, что мы играем в итальянском стиле дома. Четвертый матч выиграем 1-0. Так складывается по счету, по игре, я думаю, что достаточно мы интересно смотрелись в атаке. Сказалось ли отсутствие футболистов, которые отбыли в молодежную сборную, или как-то пока это не сказалось на результате и на игре участников? Ну, у нас вообще последние там 2-3 тура, в принципе, достаточно большие изменения в каждом туре, да, в составе. Они в основном вынуждены, правильно сказали, или с отъездом игроков в сборную, там были травмы тоже, там тот же Нилкадзе из-за травм пропустил уже две игры. Ну, те ребята, которые выходят, в общем-то, играют в тот же футбол, который мы проповедуем, который мы ставим, и, в общем-то, каких-то заметных таких изменений в игре я не увидел. Да, то есть это, я думаю, что это важно, что играют разные футболисты, но игра остается, игра остается, рисунок игры остается прежним, и это, конечно, радует. После матча Андрей Талаваев сейчас жестко, достаточно раскритиковал судейство, искал, что гол был вот в спартаменте, в начале атаки, там, с фола, и гол в Волге был отменен. Я думаю, что это нормальная реакция тренера, команды, которая проиграла. Всегда кажется, что судья что-то не так сделал, поэтому я думаю, что мы играли эту игру с преимуществом, я думаю, что у нас было больше моментов и больше таких явных голевых моментов, я считаю, что счет абсолютно закономерен, результат матча закономерен. Уметьте ли вы красивый гол Обухов, у него в жизни происходит большое событие, значит, это свадьба предстоящее на нем не сказалось, как-то психологически, это первый вопрос, а второй, ну, как-то поздравляет ли его уже команда, или готовится можно к этому событию? Ну, как мы видим, на нем не сказалось, это отрицательно, наоборот, наверное, положительную сторону сказалось. Видимо, с воодушевлением играл, хотел и себе подарок преподнести, и своей невесте, наверное, да, и команде, и хорошо, что у него получилось, рад за него. Что касается подарков, то, конечно, готовим, поздравим его обязательно. Вся команда приглашена? Ну, насколько я знаю, да. Субтитры создавал DimaTorzok